Всем привет! Сегодня в этом видео новости Coin98 Chat, обзор чата LobsterDAO, обзор новостей на Nansen, отчет Misari, последние новости Binance Smart Chain и экосистему Solana, новости рынка NFT и проекта Near Protocol, обзор приложений Drops Foundation. Для вашего удобства мы разделили это видео на главы и создали группу, в которую дублируем аналитику проектов. Также мы добавили ссылку на Notion, переходите для того, чтобы ознакомиться детальнее. Все наши видео мы делаем бесплатно и беспристрастно, поэтому, пожалуйста, поддержите нас пальцем вверх в комментариях и подписке. Итак, запись, я думаю, началась. Мы изучали уже такой венчурный фонд не на ресурсских звонках, а, в принципе, на наших приватных звонках. Изучали такой венчурный фонд, как Framework Ventures, так как тема венчурных фондов сейчас довольно интересна, в принципе. Соответственно, они вот рассказали, что они raised 100 миллионов долларов для второго фонда. То есть это, грубо говоря, даже не тот капитал, который у них под управлением, а это только часть капитала. То есть вот, да, такие хорошие средства. Framework Ventures везде, в принципе, котируются как один из топ-20 примерно фондов. Вот, если кому было интересно, какие капиталы под управлением венчурных фондов, вот, соответственно, чтобы вы понимали. Так, продолжим с очередным твитом Милана Маска, вчерашним днем датированный, который снова затронул DoggyCoin, что работает с ними. Плюс выглядит многообещающе. Вот, соответственно, ждем очередного роста. Честно говоря, даже не заходил, просто не проверял, даже не так интересно. Так, далее, также такая плюс-минус интересная новость, которая уже, если честно, перерассказана уже всеми-всеми. Сколько же в итоге реальных долларов поддерживают USDT и, соответственно, исследования, статья Беннета Томлина, я могу ее скинуть в наш чат, чтобы можно было ознакомиться с ней. Но если вкратце, он считает, что каждый доллар поддержан только лишь тремя центами действительного кэша. В общем-то говоря, учитывая, что вроде бы как кризис миновал и вроде бы как суды закончились для Тезера хорошо, несмотря на то, что потенциально был возможен кризис, особенно 15 января 2021 и далее. Вот. Тем не менее, сейчас такое ощущение, что кризис миновал и, соответственно, у Тезера, в общем-то, все пока в порядке. Ну, это уже только пересуды, но чтобы быть в курсе различных мнений, предлагаю почитать статью. Вот. В принципе, на этом все по лобстеру. Не так много новостей с утра, поэтому давайте продолжим. И продолжит нас Марина. Так, коллеги, всем добрый день. В Coin.io Social Chat опять выпустили новый списочек самых упоминаемых токенов в Твиттере за 14 мая, то есть за вчера. Вот. И здесь, как обычно, биткоин, да, в топе, и за ним идет доки. И я вот который раз уже смотрю, везде мелькает SafeMoon. Я думаю, наверное, уже все видели вот этот бешеный хайп и шиллинг SafeMoon. Хотя, в принципе, десанты понятно, что за монеты. Я решила просто так посмотреть, поискать, что за это проекты вообще. Откуда к нему столько внимания. В общем, он похож на док, вернее, на доге. У него нет никакого применения. Вот. И если посмотреть, в принципе, их white papers, то можно заметить, что у них такая концепция. Вы холдите, не продаете, ну, не продаете, и чем дольше, тем лучше. Вот. У них еще есть такая фича, что если вы продаете свои SafeMoon, то вы платите штраф, половина которого разделяется между холдерами и половина которого уходит разработчикам. Вот. Контракт SafeMoon не прошел аудита, и у них есть реферальная система, которая похожа на все вот эти вот MMM-пирамиды. То есть вы приводите туда человека, получаете бонус в SafeMoon, вот, и получаете больше, если этот человек, естественно, там покупает или холдит. Да, с начала своего запуска он вырос не больше, чем 900%, но, естественно, там до одного цента ему еще супер далеко. Вот. Да, и, кстати, тоже фаундеры токена, это люди, вообще никогда не имеющие дело с криптоидой, это какие-то парни из геймдева. Вот, поэтому вообще непонятно, что ждет этот токен. Ну, сейчас, конечно, там все про него говорят, покупают, но по факту достаточно рискованно сдея. Да, еще я сюда попал в топ токен SHIP, который себя называют убийцей доги. Вот. Значит, да, он тоже вырос в 20 раз в несколько дней и продолжает набирать популярность. Но я нашла интересную вот новость, опубликованную буквально вчера, о том, что 50% всего сапплай этого токена, оно находилось на кошельке Бутерина. Вот. И разработчики, они как бы сказали, вот мы сожжем этот сапплай, да. Но, оказывается, Бутерин отправил вот эти вот все SHIP на кошелек какого-то частного лица, некого. И фишка в том, что это частное лицо, да, которое, типа как фонд по борьбе с ковидом в Индии, они, естественно, тоже не сожгли эти токены, они там находятся. И, по факту, официальный фонд в Индии, который есть, они вообще не принимают крипту в качестве пожертвований. Короче, такой мини-ракпул от Бутерина. Вот. И самое интересное, что сразу же после этого индийские биржи, вот, VazerX и CoinDCX, они объявляют о литинге SHIP. Вот. До этого он понемножку хайпился в Твиттере. И, вообще, да, индийцы просто побежали и начали покупать этот SHIP, вообще не зная, что на самом деле половина саплая так еще не сожжена. Вот. Ну, хайп, да, продолжается. Дальше. Выпустили топ-30 поисковых запросов на CoinGecko за прошлую неделю. Ну, SafeMoon мы уже не обсуждаем. Дальше. Похожий на SafeMoon токен FIIG, проект FIIG токен. Вот. Он занимает седьмое место на CMC по просмотрам. И у него произошел просто бешеный рост с 11 мая. В чем суть своего проекта, да, значит, фаундеры вообще не имеют никакого процента от саплая. Вот. Но при каждой транзакции комиссия в 1% распределяется между держателями, и часть этой комиссии сжигается. Вот. Часть вот этого вот токена. Ну, естественно, да, чем больше транзакций, тем больше сожжений, тем дороже токен, потому что он становится меньше, да. Ну, там 100 квадриллионов, если что, саплай. Вот. Его, кстати, сняли вчера с биржи, ГАИТО. Все были в шоке, потому что понакупали, обратно его вернули. И, да, там небольшой спад в графике, если посмотреть по цене. YERN Finance выпустили экспериментальный токен WUFI, вот, который собой представляет конвертирный вариант EFI токен в меньших единицах. То есть, если мы зайдем на WUFI, то мы сможем конвертировать один EFI токен в кучу маленьких WUFI. Вот. Сейчас он на Uniswap на 18 месте, и у него вот такого 4 миллиона, чем больше 4 миллиона ТВЛ, а буквально пару дней назад он был на 8 месте и по ТВЛ обгонял Shiba токен. Ой, не Shiba токен, да, Shiba токен. Дальше тут из таких интересных проектов, которые токены появились, это ELON, очередной MIMO токен. Вот. Сейчас его тоже очень сильно шилят, поэтому к нему, естественно, такой большой интерес проявляется. Что еще? Да, некий появился, скажем так, проявляется интерес к токену TEL. TEL — это токен проекта Telecoin. Они предлагают P2P-кошелек для перевода денег с минимальными комиссиями, и, да, они нацелены на работу с иммигрантами, и то есть, чтобы там не совершать какие-то сложные банковские переводы с одной стороны на другую, вы можете использовать этот TEL-коин. Сейчас вот они работают над переводами между Канадой и Филиппинами. Вот. У меня поэтому все, и я еще попыталась порыться и объяснить, как работает минтинг на карданах. В общем, да, на данный момент они заявляют, что минтинг токенов можно делать двумя способами. Первый — это через командный интерфейс кардана CLI. Это для продвинутых юзеров. И есть так называемый графический интерфейс для менее продвинутых юзеров. И в их нативном кошельке, который, я напомню, является также нодом, можно будет хранить и присылать кастомные токены. В чем фишка? Значит, вот этот вот графический интерфейс, сейчас, он, вот, 12 апреля, были последние новости по нему по GitHub'у. Он работает только в Тестнете, и, в принципе, до его реального релиза еще очень далеко. А что касается вот этой вот командной строки, да, ней уже можно пользоваться. И вот есть такой вот сайт, называется TokenTool.io. Он специально создан для того, чтобы отслеживаться есть токены на кардана. И пока он работает, да, все токены, которые есть, это токены созданы в Тестнете. То есть люди уже пользовались этим тулом, этой строкой, и создавали токены. Потом, сейчас, ага, потеряла, да, дальше. У них на сайте есть такое сравнение, чем отличаются токены, которые вы минтите на кардана от токенов, которые вы минтите на эфире. Из таких особенностей самых важных, то, что вот, как относится этот токен к блокчейну. То есть если в эфире это, по факту, мы используем смарт-контракт для того, чтобы сделать новые токены и модифицировать его как-то, извиняюсь, то в кардана это работает на леджере, на виецере. То есть по факту мы никакой смарт-контракт не пишем, мы пользуемся той основой, которой она есть. Естественно, все, что мы можем менять, это, так сказать, монетарная политика, то есть как токен выходит, как он лочится, не лочится и как он сжигается. Так, сейчас чуть подальше. Ну да, естественно, по секьюрити они говорят, что у нас все суперкруто, потому что смарт-контракты как бы предполагают наличие человеческого фактора, а у них, поскольку все вот так вот унифицировано на этом плане, то это более безопасно. Что касается вот этой вот политики минтинга и ассетов, тут есть несколько особенностей, да, то, что у каждого ассета будет своя одна политика, она неизменяема, и, например, если вы захотите, ну вот да, если вы захотите ее принять, то вы не сможете, вам придется полностью сжечь все токены и потом запустить новый, вот, фичи анима, как они сказали. Сейчас дальше. Ну и да, вот они предлагают такие примеры, какие могут быть минтинг-полиси, да, естественно, они как бы все комбинируются, и да, вот сингл и черп-полиси, то, что, по сути, один человек, да, один есть издатель токенов, есть один издатель токенов, также есть таймлокинг, это какой-то определенный слот, да, может быть выпущен токен или после кого-то определенного слота, но мы помним, да, что у них время по... время выпуска блоков делится на эпохи и слоты, вот эпоха, она делится на кучу маленьких слотов, там, по 20 секунд примерно. Да, опять же, есть и one-timing policy, вернее, one-timing mining policy, когда мы за один раз выпускаем все токены. И вот они еще, да, говорят о том, что есть цикл, нужно его соблюдать, что на каждый цикл приходится, как бы, юзеры, да, которые вообще за всем этим стоят, это те, кто контролируют, скажем так, авторизируют вообще, да, сам minting или сжигание токенов, те, кто mintят новые токены и, собственно говоря, кто они пользуются, да, токен-холдеры. Вот, вся информация, которая вообще с этим связана, она, то есть прям туториал, как вообще сделать свой токен, она у них есть на вот, на документах на кардановском сайте, вот. И по факту, если так подытожить, сейчас можно сделать свой токен в тестнете через их командную строку, которую они предлагают. Вот, а что касается второго... А чтобы свой токен нужно обладать какими-то познаниями, в каком языке программирования? Ну вот, у них, получается, как я нашла информацию, да, это все работает на Haskell, плюс у них есть, я вот вчера рассказывала, скажем так, упрощенная возможность писать на нем, называется Plutus. Вот. То есть, они выпустили как-то... С кокосник легко писать на Plutus. То есть, с какого стека... Каким стеком нужно располагать знаниями, чтобы писать на Plutus? Блин, ну я не программист, я точно сейчас сказать не могу. Сходи в шартовых сообществ, поспрашивайте вопросы. Скажи, что вот так, как у них цвитокены. Окей, хорошо, все, я тогда этим займусь. Так, есть ли есть какие-то вопросы еще? Да, буду рада ответить. Продолжай пока, продолжай, пока дальше. Закончил проплубь. Да, и сейчас, если вот так подытожить, получается, можно сделать сейчас свой кастомный токен на Cardano, используя их вот этот вот CLI-интерфейс, и его можно будет тестить в тест-нете. Вот. Точных дат, когда это все уже будет доступно в основной сети, пока я не нашла. Но, скорее всего, будет скоро, потому что они пишут... Как это? Да, говорят о том, что они постоянно обновляют более легкую версию, в которой можно будет создать токены. Вот эта графическая версия. Поэтому, скорее всего, скоро все запустится. И плюс еще тут важный момент, что мы же, ну, если будем делать токены, то и NFT, так вот NFT можно будет сделать только через CLI, вот, не через упрощенку, которую они ведут. Ну, у меня на этом все. Я тогда, да, залезу к ним в сообщество, спрошу, что нужно, чтобы сделать свой токен. Вот. У меня на этом все. Хорошо, спасибо большое, Катюмничка. Всем доброе утро. Всем привет. Сейчас Шорис в экран. Так, сегодня начнем с Нанса, с обзором кошельков Smart Money. Так, и перейдем к полчаса раздел позиции в стебукоинах. Оно составляет 3,6%. Немножко упало по сравнению с вчерашним днем, потому что рынок чуть-чуть устаканился, отрос. Вот. Если посмотреть на основные токены, которые торгуются вот за неделю, торговались, плюс посмотрел, то так, сейчас вот. Получается топ, получаются объемы на дистрифционных биржах, которые торгуются кошельками Smart Money. То в основном это достаточно консервативные пары, которые здесь мы видим. Это Btoketh и DT и Token Shib. Вот единственный токен с таким ну, альткоин. Завернутый эфир с токеном Face, таблкоином, завернутый эфир с токеном Shib. Ну вот, почти везде фигурирует эфир либо какие-то стаблкоины. Вот, в принципе, других нет. Это именно по объему за последние 7 дней. То есть, отсюда можно делать вывод, что кошельки Smart Money не особо торгуют различные альткоины. на этой неделе было не очень интересно. Вот, если посмотреть по распределению балансов именно по токенам, то есть, какие токены сейчас держат кошельки Smart Money, вот, и из этих в основном это компаунд эфир, AV-эфир, то есть, различные производные токены, которые они получают за стейки токенов на платформе. Вот, и также... скажи, Володя, а можно там выше поднимите, проскроверируйте, смотри, у тебя есть адреса Виталия Кабутерина, допустим, можешь ли это отсюда выгрузить, адрес Виталия Кабутерина? Выше, выше, на самом вверх, вот видишь, есть адреса, да? Давай найдем эти адреса, то есть, их можно найти через Азерска, например, Winter Mute, там, и так далее. Адреса, допустим, Виталия Кабутерина тут всего два раза попадаются, и, к сожалению, вот, именно если по Бутерину, то тут просто написано, что у него кошельки, вот его часть на рынке, то есть, там, составляет 5%, и больше, и вот здесь есть его лидер-борд по балансам, а самих транзакций не видно. Здесь можно просто отследить какие-то балансы, допустим, ну, фейерерс, капитал, то есть, именно за 24 часа. Но я попробую, вот, сделать, допустим, можно делать выгрузку, полные результаты, выгрузить у 150-му страницу, но и вот, как раз таки, что я делаю, отчет отсылал, то есть, я его сделал вот так, в Excel-ке все выгружал, так, сейчас у меня что-то сломался, теперь, перезагрузим еще раз, вот, и, получается, можно делать выгрузку именно транзакция, там уже есть транзакции, можно вытащить автора от транзакции, то есть, того, кто ее инициировал, и, собственно, будет кошелек Smart Money. Отлично, подумай о том, как вот можно вот эти крутые кошельки выцепить. Спасибо. Да, окей. Вот, в принципе, у меня по отчету, по данному все, всем спасибо. Спасибо большое. Продолжит Саша. Коллеги, добрый день, сегодня в Миссаре недельный обзор рынка, что произошло в разрезе по секторам. Итак, в целом, рынок на момент написания отчета показал себя в большей части отрицательно, только сектор Smart Contract, платформа Smart Contract показал рост 4-6%, остальные сектора находятся в красной зоне. Больше всех упадений составили сами валюты и криптовалюты и секторы Web3. Итак, начнем рассматривать отдельно каждый. Если мы возьмем топ-10 криптовалют, то лучше всех на этой неделе показал эфир и ады, те монеты, которые не упали ниже нуля относительно старта недели и смогли сохранить свой баланс в положительной зоне. Dogecoin, как и лидер в прошлой неделе по росту, на этой неделе он лидер по падению. Далее, перейдем к сектору DeFi. В секторе DeFi уже побольше тех монет, которые вышли за... которые остались выше отметки 0%, и на этой неделе феноменальный рост показал токен YORN YUFI. В моменте он доходил более чем 60%, и к моменту написания отчета торговался с приростом 25% относительно старта недели. На втором месте токен AVA и SUSHA. Три токена, три гавенса токена трех проектов, которые себя показали лучше в секторе DeFi. Несмотря на то, что рынок показался на этой неделе достаточно волатильным, сам сектор DeFi и его токенов не сильно подвержены волатильности, если можно так сказать. Волатильность была в рамках 10% до 10% в целом средней была этого волатильности. Далее, если мы перейдем к разделу криптовалют, все монеты из этого сектора упали ниже нуля относительно старта недели. Как я говорил, когда обсуждал топ-10, DOGGI показывает самое большое падение и меньше всех упал как странно Bitcoin Cash. Далее к платформе Smart Contract перейдем. По платформе Smart Contract лидером на этой неделе оказался VeChain. У него было два резких всплеска роста цены монеты на этой неделе. Как и Yuffie, он больше 60% в моменте доходил цене и к концу недели вместе со всем рынком также упал сейчас относительно старт недели на уровне 20%. На втором месте ETHIR и на третьем месте ADA в разделе Smart Contract децентрализованной биржи и на первом месте у нас по росту это токен Curve CRV на втором месте Sushi и на третьем месте LRCL Aupring Aupring вырвался вперед благодаря последним пунктам которых он показал рост до более чем 50% но вместе со всем рынком также как быстро вырос также быстро и упал токен Pancake биржи Pancake Swop Pancake находится в лидерах по падению и упал больше на 20% относительно старта недели и переходим к заключающей сектору Web3 лидером на этой неделе токен LPT Livepeer и больше всех упал токен Seacoin у меня на этом все спасибо да спасибо Ирина начинает коллеги всем добрый день хочу начать с безопасности на Binance Smart Chain сертик опубликовал предупреждение о том что как бы X токен смарт контракт о проекте X токен смарт контракты которого были использованы злоумышленников что привел к потере активов на 25 миллионов долларов злоумышленник истощил пулы он манипулировал ценой токена SNX в кибер оракле и с помощью флеш займов ну как бы тоже опустошил пул и наментил большое количество токенов вот здесь постоянно сертик публикует проекты которые подвергаются атакам или хакнутым вот дальше хочу сказать что Binance Smart Chain у меня тоже получается что итоги недели Binance Smart Chain Daily они решили каждую неделю публиковать статью об интересном проекте это поможет пользователям больше узнать о проектах на Binance Smart Chain и первым проектом они выбрали проект O3 Labs вот они пока ну во-первых рассказывают про этот проект когда он был создан что это за проект это cross-chain агрегатор протокол то есть он мультичейновый там есть O3 кошелек который тоже работает на Binance Smart Chain также есть свар где можно обменять токены рассказывает о IDO этого проекта ну также показаны партнеры ну помимо вот этой как бы формы есть у них ну и небольшие как бы ну кратенько рассказано в твиттере вот дальше хочу рассказать оба именно итогах которые произошли на этой неделе на Binance Smart Chain максимально ТВЛ на этой неделе был 44,6 миллиарда 11 мая зафиксировано а минимальный был 36,3 миллиарда что было зафиксировано 13 мая на данный момент составляет 27,9 также газ были проблемы на прошлой неделе он получается что транзакции фейлились если маленькое низкое количество газа юзерам приходилось повышать но к концу недели все пришло в норму и даже на сайте написано что уже как бы 4,8 около 5 гуавей стоимость газа вот 5 топ-проектов это ну минус 10 миллиардов панкекс вак ну да вот как и сказали ранее гораздо снизилось 9 миллиардов сейчас панкек банни индекс и эллипсис самые высокие достижения токенов на финанс марте на этой неделе были показали токены это PIMON HYFI KUN DOP GNTA фарминговый проект недели это BeEarn Finance BeEarn Finance но это кросс-чейновый проект с автоматизированным елд фармингом основные направления это обеспечение ну то есть это кросс-чейновый елд фарминг это агрегация игр мост и управление управление средствами и многое другое вот например вот он так выглядит этот проект очень много новостей в последнее время также проект NFT от Binance Smart Chain Project на этой неделе это Treasure Land это получается кросс-чейн платформа для выпуска и торговли NFT пользователи могут создавать NFT одним кликом мыши также покупать продавать NFT с аукциона если посмотреть на проект он выглядит так тут есть Binance Smart Chain и разные другие блокчейны ну например здесь можно посмотреть токены NFT которые можно тут же купить пройдя как бы подписав контракт вот и дальше последний ядроп ну как бы на этой неделе ядроп недели получаете ядроп от Venus 15 мая холдеры токенов Venus получат бесплатную раздачу время снапшота это 15 мая также указан блок и раздача будет происходить с 17 по 24 мая и более подробно об этом можно узнать на статье Medium тут все правила все расписано у кого есть токены Venus можно почитать и токены то есть троп будет проходить то есть будет раздача в токен BRT и в ограниченном выпуске зафиксировано инструмент недели это web3 API инструмент это для разработчиков этот инструмент позволит разработчикам легко подключить приложение или кошелек наиболее часто используют ну к тем смарт-контрактам которые нужны тоже так я его не открыла но в общем он тоже выглядит вот так примерно но это именно технический для разработчиков и в заключение хочу сказать что на PancakeSwap зафиксировано более 1,7 миллиона активных кошельков за последние 7 дней и почти половина из них была за последние 24 часа ну этот всплеск ну как бы активных кошельков привел к увеличению количества транзакций почти на 50% стоимость сделок также выросла и составила более 31 миллиарда долларов при средней стоимости одной сделки ну примерно 2,7 тысячи долларов и 6 из 7 ведущих децентрализованных приложений в DeFi категории работают на Binance Smart Chain картина совершенно изменилась так как 12 месяцев назад доминировали приложения Ethereum с моей стороны все большое спасибо за внимание спасибо большое Ирина продолжит Александр с отчетом по Solana Да коллеги добрый день сегодня начнем с того что SolanDale опубликовали карту обновленную карту экосистемы Solana на 14 мая можем заметить на этой карте добавилось очень много NFT проектов которые сейчас активно запускаются на Solana а также очень много DeFi инструментов которые сейчас переносят функционал который есть например на блокчейне эфира в сеть Solana вот как раз таки про NFT сегодня будет очень многое сказано одна платформа которая не была включена в эту экосистему AllArt объявили о том что они запускают ликвидный AMM для NFT они говорят что сейчас на данный момент у NFT особенно в вторичном рынке очень низкая ликвидность и из-за высоких комиссий сети Ethereum вторичный рынок не пользуется спросом что они собираются решить запустив платформу на Solana тем самым снизив комиссии и добавить агрегатор AMM liquidity pools для того чтобы можно было конвертировать NFT в ликвидные активы вот этот проект за ним можно наблюдать следить Twitter и активный сайт уже есть вот далее Solana запубликовали проекты которые NFT Space в Solana некоторые из них без ссылок без всего просто наименования я оставлю ссылку на твит можно будет найти все эти проекты и добавить в watch-лист кто наблюдает за NFT миром далее Solstarter уже объявляет третий раунд вайтлиста они пишут что нельзя для тех кто уже зарегистрировался в первых двух нельзя регистрироваться в третьем кто это сделает тот сразу будет дисквалифицирован и сегодня получается уже форма была закрыта далее заключитель новость хакатон который салон seasons будет проходить собрал более 10 тысяч заявок на участников участников и уже можно сказать старт состоится сегодня саша декорочку перебью а напишем тоже участвуем в этом хакатоне напишем что мы тоже на салоне тоже планируем запустить давай напишем что мы хотим хорошо если они еще собирают заявки то я отпавлю еще хотел спросить а вот на солстартере вайтлисте имеет смысл участвовать или не имеет поучаствовать стоит просто на удачу на самом деле можно поучаствовать да скажем даже просто сночку на это вайтлист пожалуйста хорошо так ну на этом у меня все спасибо за внимание спасибо Саша и продолжит у нас Влад с новостями по NFT да всем привет еще раз так сейчас расширю свой экран сегодня по новостям новости из-за системы Куоби Куоби выделила 100 миллионов долларов на инвестиции в NFT и создала подразделение внутри компании которая будет отвечать за работу с этим рынком то есть планируется запускать и помогать запускаться новым проектом на базе хобби и качейн в сфере NFT а также администрация хобби выразила свои намерения выкупить некоторые компании уже существующие компании которые так или иначе запускают продукты с рынка для того чтобы интегрировать свои приложения в своей экосистеме куобби также запланировано около 10 миллионов от общего объема средств инвестировать в покупку NFT и на маркетплейсы которые ориентированы на работу с NFT на этом все и могу тогда сразу к NER перейти да тогда конечно переходи к NER да тогда продолжу с NER сегодня по новостям один из новых проектов Оиндао заявил о своей готовности запустить смарт-контракты на базе NER то есть в чем именно суть то что все дистриционные приложения будут написаны на языке Rust и будут поддерживаться внутри системы NER пару слов о проекте Оиндао Антон Лизетковский ты часто спрашивал про подобные проекты запускали кто-то думаю что за Оиндао стоит следить поскольку Оиндао собирается запускать стеллкоин который можно будет минтить благодаря залогу различных альткоинов то есть есть мокап небольшой запустим здесь можно в качестве коллайтера залогом можно закинуть Оинд СССР и ПТ и ФРОН и ОИН токен вообще любой и заменить стеллкоин мусд либо usd usdo1 в общем какой-то стеллкоин и здесь для каждого альта будет свое соотношение коллайтеризации в зависимости от того насколько стабильный этот альткоин и здесь будет точка ликвидации насколько должна упасть обеспеченность данным стейблом чтобы позиция была ликвидирована как-то так это выглядит и все это будет запущено на базе НЕР протокола и впоследствии будет поддерживать сеть Аврора которая является layer 2 сеть от эфириум которую я вчера рассказывал в принципе по проекту и по НЕР спасибо у Дромс фоундейшн достаточно много приложений которые рабочие и работают уже достаточно давно начнем с сайта ICODrops ICODrops это сайт на котором можно посмотреть текущие ICO которые будут и которые закончены помимо этого в каждой вкладке есть подробная информация про проект на какой стадии какие у него даты сколько он уже собрал и brief information про этот проект также в рамках сайта ICODrops у них есть ICO календарь который на сайте Drops Foundation выведет как отдельный проект удобную штуку можно добавить сразу же на устройство привязать все события которые будут происходить в ICO к себе в календарь и это будет сразу отображаться в одном ваших устройствах дальше у них есть ICO Sandbox это проект который еще так скажем только появились появились на свет и находится на этапе отбора попадания в следующую стадию уже на самый главный сайт ICO Drops далее у них есть отдельный проект аналог маркеткап Dropstab называется агрегатор с информацией по рынку то есть мы видим что здесь информация есть о цене капитализации изменения цены соотношение шартов лангов виджет виджет страха индексы страха и жадности доминация биткоина и конвертер криптовалют также в рамках этого сайта есть возможность зарегистрировать сайт сделать sign-in и зарегистрировать свое портфолио где можно отслеживать свои позиции добавлять их и таким образом мониторить свои активы для того чтобы мониторить свои активы есть также и отдельный бот который в телеграме эзер drops с этим ботом также команда drops foundation участвовали в экране на гиткоине собирали средства бот позволяет добавить свой кошелек на сетях ethereum и finance насколько мне известно по-моему больше нельзя добавить и мониторить каждую транзакцию и получать уведомления о входящих и исходящих транзакциях и об измене цены потому что можно помимо того чтобы привязать свой кошелек можно сделать так чтобы тебе уведомления приходили по изменению цены контракта токена который подписался вот далее в рамках drops foundation есть отдельный проект маппетс это кошелек который который поддерживается сетью ethereum и есть отдельный сайт агрегатор drops earn где команда публикует различные активности которые происходят в блокчейн индустрии где можно посмотреть какие есть тестнеты где есть какие аэродропы где есть какие стейкинги и с этим проектом также команда drops продавала заявку на гиткоин вот у меня на этом все спасибо спасибо большое Саша